Здравствуйте! Информационный час на телеканале эфир продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. Ночью при попытке ограбления были задержаны двое младых людей. Объектом посягательства стал продуктовый магазин на улице Новоазенская. Сотрудники частной охраны, приехавшие на место первыми, застали грабителей в тот момент, когда те пытались вытащить украденный товар через окно. Попасть в магазин, расположенный на первом этаже, для молодых людей особого труда не составило. Они просто перепилили чем-то решетку, а затем выбили окно. Вот только умом горе-налетчики явно не отличались. Они, похоже, и не думали о том, что в магазине есть сигнализация. Она сработала, как только они проникли в помещение. Сотрудники ГБР приехали на место буквально за несколько минут, но поначалу обратили внимание лишь на мигающий сигнал охранной системы. Вот зеленый лампчик сейчас горит, это, знаете, прошло. А он красный, в тревоге был. После чего я начал тихонечко осматривать окошки. Оттуда пошел, и вот в это окошко увидел, что данные молодые люди там грузят шоколад. То есть вас, получается, не заметили, что ли, продолжали свое дело? Да, да, да. Вероятнее всего, денег молодые люди в магазине так и не нашли. Вся наличность по вечерам сдается в банк. Это также ни для кого не секрет. Четыре корзины, приготовленные для выноса, воришки наполнили дорогим алкоголем и шоколадом. Унести ничего не успели, но зато одному из них удалось убежать. В момент, когда приехала охрана, он сумел вылезти на улицу. Я не знал точно, сколько людей внутри магазина. Я видел, что двое человек. Один выпрыгнул в этот момент, а другой пытался вылезти. После чего, когда я начал подбегать к ним, он обратно спрыгнул внутрь. Я думал, что там один оказался двое. То есть всего их получается трое. До приезда полиции двое налетчиков были блокированы в магазине. Разумеется, для самих стражей порядка взять таких воришек с поличным – большая удача. Очевидно, что в ближайшее время оперативники найдут и третьего участника этого преступления. Туристический автобус загорелся на улице Парижской комонны. Возгорание началось в моторном отсеке. Автобус в этот момент стоял. Водитель рассказал, что заметил дым, едва успел завести двигатель. Решение заглушить машину и вызвать пожарных было в этой ситуации единственно верным. Благодаря этому горение не перешло в открытое. Во время происшествия пассажиров в салоне автобуса не было. На улице Ашхабадская в частном дворе загорелась баня. В момент, когда случилась беда, хозяева дома не спали, и поэтому вовремя обратили внимание на дым. Огонь, разгорающийся под крышей, тушить своими силами люди не решились. И набрали телефон службы спасения. От большой беды жильцов дома спас быстрый приезд. Пожарных очевидцы говорят, что на месте они были уже через три минуты после звонка. Итогом такой оперативности стало то, что огню не дали разгореться. Даже сама баня пострадала минимально. По предварительным данным, возгорание началось под крышей в районе печной трубы. Все баня топит, моется. Потопили, наверное, помылись. Все. Вероятнее всего, причиной пожара стал банальный перекал печи. Основная же угроза была в том, что баня вплотную примыкает к дому, а вместе с ним и к гаражу. Зачастую в частном секторе хозяева помещают на дворные постройки, близко друг от друга, пытаясь таким образом сэкономить место на участке. Наивно полагаю, что в их доме такого точно не случится. Какая-то по вашему угрозу вообще может быть другим строением? Ну, конечно, если бы мы ему сколько говорили от границ, убирай баню. У него и дом-то на метр двадцать всего лишь стоит, когда положено минимум два метра. Площадь горения составила около пяти квадратных метров. Пожарные дознаватели объяснили погорельцам вероятную угрозу, но решение переносить или не переносить баню, разумеется, остается за хозяевами. На улице Родина водитель автомобиля Porsche Cayenne не сумел удержать машину на дороге и съехал в кювет. Инспектор МГАИ мужчина рассказал, что был вынужден резко вывернуть руль к обочине, потому что пытался избежать более серьезного столкновения. Товарищ машину взял на один день. Что там в итоге повредилось-то у вас? Откуда я знаю, что-то след совершил. Причины расстройства молодого человека вполне понятны, однако при визуальном осмотре машина серьезных повреждений не имела. От этого ее берег снег, который не позволил иномарке окончательно скатиться вниз. По словам водителя, на повороте его подрезала «девятка», которая тут же скрылась. В этом повороте он отсюда повнутренне пошел. И здесь уже на осужении машина остолшень поворачивала или что-то поворачивала в эту сторону. И он получил, что к нему в лоб вышел. Мне пришлось сюда уйти, чтобы они не столкнулись. Он меня не заметил походу, у меня зеркала грязные были. В столкновении с «девяткой» Porsche избежал и формально водитель иномарки виноват в аварии сам. Со слов мужчины номеров машинонарушителя он не запомнил, а очевидец, у которого якобы был регистратор, уехал, не оставив телефона. В любом случае, у хозяина Каена есть полная страховка. После небольшого перерыва мы продолжим. Оставайтесь с нами. Стали известны подробности убийства, которое произошло в ночь 17 на 18 марта на улице Даурской. Там 45-летний мужчина в собственной квартире зарезал своего соседа, после чего попросил его родственников забрать тело. Люди вызвали полицию. Ну ладно дай, ну что ты, будь человеком, а! Плохо мне. Водки, прошу тебя, у меня там осталось 30 грамм буквально. Тот роковой вечер для мужчин начался именно с бутылки водки. 45-летний мужчина пришел в гости к своему 56-летнему соседу и позвал его в гости. Приятели сходили в магазин за спиртным и устроили себе праздник. Ну будет человек, да. А ты что, меня, в смысле, за 50 грамм хочешь распоганить? Вот это и говорю. Смотри, ищи сам. Ножов полнов там. Полнов, да, ищите и смотрите. Застолье продлилось до самого утра и закончилось для гостя весьма трагично. Многочисленными ножевыми ранениями. Хозяин квартиры сам вызвал на место родственников убитого. Правда, им он сообщил, что мужчине стало плохо с сердцем и необходимо просто отнести его домой. Свою причастность к совершению преступления мужчина не признал и сообщил, что после того, как вместе с потерпевшим они приобрели бутылку водки, то поднялись в его квартиру и распили ее. В дальнейшем потерпевшему стало плохо, он потерял сознание и упал на пол. Задержанный уверяет, все произошло как-то само собой. Когда приятель упал на пол, он нанес ему множество ножевых ранений для его же пользы, просто чтобы привести в чувства. Однако в чувства сосед так и не пришел. Потому расстроенный этим фактом мужчина отправился за помощью к его родственникам. Родственники вызвали на место полицию и скорую, но помочь мужчине медики уже не смогли. Приводя приятеля в чувства, хозяин квартиры слишком перестарался. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации Республики Татарстан было возбуждено уголовное дело по статье убийства. На данный момент мужчине приявлено соответствующее обвинение. Судом по ходатайству следствия в отношении него избрана меры пресечения в виде заключения под стражу. В самое ближайшее время задержанный мужчина предстанет перед судом. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Я желаю вам всего самого доброго. Эфир продолжит тема. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте и добрый вечер. Уголовное дело против парка аттракционов Крыла заставило вновь задуматься о безопасности детей. Как их защитить? Вот об этом мы и говорим прямо сейчас.